Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня я вам расскажу про глюк, с которым я столкнулся при регистрации своего аккаунта. Видео будет особенно интересно тем, кто пока еще не достиг совершеннолетия. Но обычным пользователям тоже он будет интересен, поскольку это такой весьма оригинальный случай. По крайней мере, я такого больше никого не встречал. Вернемся к самому началу, а именно к 2012 году. Тогда у меня появился телефон под названием Lumia 920. Блин, вы не представляете, как мне нравятся эти телефоны, это вообще реально годные были. Кто помнит серию Lumia, то ставьте лайк. Все мы знаем, что купив новый телефон, нужно зарегистрировать аккаунт. Я, естественно, это сделал, но мне на тот момент было 16 лет. И, естественно, я указал все по факту, ведь это норма, когда ты правдиво заполняешь о себе информацию. Но через несколько минут я понял, что я совершил ошибку, и мне сразу же заблочили некоторые функции моего аккаунта, а именно скачивание любых приложений. Решение оказалось очень простым, надо было просто зарегистрировать аккаунт родителя и абсолютно себе все разрешить. В принципе, я так и сделал, и проблема вроде как решилась. Спросите, а как это все связано с Xbox? Сейчас я вам все расскажу. В этом же году, а именно в 2012, у меня появился доступ в Xbox Live. Да, у меня до этого момента был Xbox 360, и я играл только оффлайн. То есть у меня не было интернета. К сожалению, я не стал запариваться, как перевести мой оффлайн профиль в онлайн, хотя, блин, на нем было где-то 40 тысяч ачивок, вы представляете? Но не принес я его по причине того, что я смекнул, что аккаунт с телефона можно загрузить на Xbox, и это будет все связано и круто. На этом этапе у меня все было нормально. Но когда у меня появился Xbox One, этот аккаунт мне начал пудрить мозги. Я не знаю, каким образом, но система не посчитала меня взрослым. Сначала он мне не давал загрузить бета-версию Titanfall 2. Помню, пытаясь скачать бета-версию, он мне пишет, что типа родительский контроль этого сделать не позволяет. Хотя, опять же, там было все разрешено. Позвонив техподдержку, объяснив ситуацию, они мне сказали, что нужно вырасти. И якобы в системе у вас возраст все еще меньше 18. Хотя, по факту, мне было уже 20. Думаю, ну ладно, окей, я вырасту, и потом эта проблема пройдет. Нифига. Потом же проблема повторилась, но уже не с игрой, а с клубами. Я не мог создать, я не мог зайти ни в один клуб. А все потому, что родительский контроль почему-то мне не позволял этого сделать. На этот момент мне было уже 21. И почему-то система меня до сих пор считает ребенком. У меня было предположение, что я реально при регистрации указал неправильный возраст. Но после проверки оказалось все, в принципе, все правильно, все по факту. И хрен знает почему я все еще не могу сам себе все разрешить. Да, реально при заходе в настройки конфиденциальности, он мне пишет, что зайдите с родительского аккаунта и все себе сам разреши. Это еще спасибо, что у меня нет никаких проблем с покупкой игры и с воспроизведением, потому что была бы полная жопа. Я пробовал выйти из семьи, но мой аккаунт автоматически становился беспомощным и просил завести себя родителя. И поэтому я все еще нахожусь под родительским контролем аккаунта, который находится у моей девушки. Ну, в принципе, поэтому я с ней не ссорюсь. Вот такая вот история, друзья. Поэтому, если вам нет 18, то при регистрации обязательно укажите, что вам больше своих лет, чтобы вот так вот не париться, как я. Если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Также не забывай писать комментарии на этот счет и написать, может быть, свои истории, с которыми ты сталкивался при регистрации аккаунта Xbox. Мало ли у вас какие-то другие проблемы были. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Настя, ну я помыл посуду, можно мне поиграть? Нет. Ну, Настя. Не ну-ка.